Здравствуйте! На ЕТВ программа «Переломка» – наш специальный цикл, где мы разговариваем о лечении, профилактике, противодействии наркомании. С удовольствием представляю в нашей студии Антон Владимирович Поддубный, главврач областной наркологической больницы и главный нарколог Уральского федерального округа и психолог Мария Розинсон. Здравствуйте, дорогие гости! Тема, которую хочется обсудить сегодня, звучит так. Помощь на дому, помощь на выезде. К сожалению, очень часто подобные объявления можно встретить где угодно, от фонарных столбов остановочных комплексов до подъездов наших домов. С доставкой на дом, что называется, приедет к вам нарколог, снимет все нежелательные симптомы, вылечит раз и навсегда то, что долгое время отравляло вам жизнь, и начнется у вас та самая новая, простите за тавтологию, трезвая и счастливая жизнь. Почему опасно доверять таким объявлениям? Какие законы эти объявления нарушают, и к каким последствиям может привести обращение к подобным специалистам? Антон Ильич, я знаю, что есть громкая, может быть, еще не очень громкая история, которая... Да, таких историй на самом деле очень много. Ну вот про свеженькую. Вот прям про свеженькую это вот сегодня случай был. Очередной пациент, который пользовался услугами так называемых, как вы сказали, наркологов по остановке запоя у себя дома. Ну, во-первых, что мне хочется сказать? А нарколог, я первые вопросы задал, а был ли это нарколог? Был ли это вообще врач? Насколько я знаю, эту деятельность осуществляют даже не врачи. Любой здравомыслящий врач понимает, что он нарушает огромное количество действующих законов, которые запрещают человеку оказывать медицинскую услугу на дому в отсутствии лицензии. Это ответственность вплоть до уголовной ответственности. Это раз. Во-вторых, к сожалению, то, что вот вы в самом начале сказали, вы описали идеальную картинку зависимого человека. Мечта алкоголика, назовем ее так. Это можно пить, пить, пить неделю, две, три, а потом вызвать волшебного человечка какого-то с волшебным чемоданчиком, поставить капельницу. В угол вертолете, как и все. Да-да-да, поставить капельницу, и через 40 минут ты будешь бодрый, здоровый и так далее. Невозможно обмануть законы физики. Законы физики, законы всего мировоззрения, они едины для всех, для каждого человека. И невозможно отравлять организм алкоголем в течение даже двух, трех, пяти дней, а потом взять и за 40 минут встать и быть бодреньким, и завтра с утра пойти на работу. А человек, который обратился к вам сегодня утром, что за история? Он сейчас будет лечиться у нас в больнице. Что за история? То есть он потерял время и деньги, что потерял? Пил неделю, надо на работу, праздники закончился, понимает, пригласил. 40 минут поставили дословно, вот прям в кавычках я это слово, капельницу. Как вам лечили? Капельницы лечили. Я напомню, что капельница это способ введения лекарственного препарата. А что там заряжено было? Ни я, ни он, неизвестно абсолютно. И зачастую соливают банальный физраствор, со словами, это лекарство, это поможет. Бывает такое, что предметно-количественные препараты носят с собой, что тоже запрещено. И самое страшное, что никакого контроля за инфузией, никакого контроля за дальнейшим состоянием организма человека нет. И зачастую таких пациентов потом госпитализируют в экстренном порядке уже в отделении неотложной наркологической помощи. Есть ли доведенные до суда дела в отношении вот таких нарушителей? Насколько вообще реально сделать это? Вы знаете, я пока такой практики не знаю. Но я подчеркиваю пока, потому что рано или поздно это должно прекратиться. На дому могут оказывать помощь, медицинскую помощь, скорая медицинская помощь, участковый врач-педиатр и участковый врач-терапевт. Вся остальная медицинская помощь на дому не лицензируется, не оказывается. То есть невозможно оказывать на дому косметологические услуги, если это касается медицинских именно услуг. Невозможно хирургические, любые другие, в том числе и наркологические. Нельзя оказывать. Просто банально в действующем законодательстве. Но это чаще всего все-таки касается страдающих алкоголизмом. Обращаются чаще алкоголики или зависимые нарко? Всегда очень тяжело признать человеку, что у него есть проблема с алкоголем. Да, он может быть подразумевает, что не может остановиться сейчас, не надо, но не стоит еще к наркологу обращаться. Но вот вызвать вот этого человечка с чемоданчиком, который придет, поставит волшебную капельницу, и все будет хорошо. А я потом пойду на работу, потом придет опять пятница, я опять смогу чуть-чуть выпить. Это чуть-чуть заканчивается опять двух-трехнедельным запоем. И это все продолжается. Рано или поздно человек попадет к нам. Только состояние его будет совсем другое, нежели когда... Но это еще очень важно. Финансовое состояние его кошелька, потому что все это стоит немаленьких денег. Это же еще рынок. Мы будем как бы честными. Это рынок. Это причем немаленький рынок, к сожалению. И если человек хочет заплатить, поверьте, всегда найдутся шарлатаны, деятели, которые с удовольствием возьмут ваши денежки, если вы готовы их отдать. С точки зрения каких-то психологических наших восприятий ситуации, Мария, насколько это типично? Мы же понимаем, что обращаться в реабилитационный центр, где все так или иначе немножко наслышаны, тебя могут, я не знаю, или на учет на какой-нибудь, не дай бог, записать и поставить, или просто запекут и закроют на полгода вперед. А вроде как вызвать специалиста на дом, да и вот оно объявление, это тоже практически с доставкой на дом у тебя под боком, но как будто не так страшно. Это вот так работает? Как психологически человек вот в это все попадается, включается в это? Здесь работают несколько механизмов. Ну, во-первых, сам человек, который, ну, зависимый человек, ему очень сложно вообще взять ответственность за себя, за свою жизнь, в свои руки. То есть он, естественно, и ищет какие-то такие наиболее легкие пути. Второй момент – это влияние близких семьи. И вот тема зависимости, она действительно у нас стигматизирована, она очень стыдная в обществе, я имею в виду, да, не среди специалистов. И семье очень часто бывает сложно, трудно, стыдно, там, я не знаю, какие-то еще чувства, обратиться в больницу, и вообще признать, что эта проблема существует. И общаясь с близкими, я часто слышу, ну, он не пьяница, он не алкоголик, там, он не наркоман, ну, вот он попробовал один, два, три, а потом выясняется, что три, четыре, пять и больше лет. И семья отрицает эту проблему. Семья боится быть виноватой в том, что она допустила это. И в связи с этим, да, проще может быть вот так вот анонимно по звонку обратиться за помощью, но о чем я не устаю говорить, да, там, и писать, и в фейсбуке, и на лекциях о том, что, ребята, это болезнь, это нужно лечить. Причем лечиться нужно семье, не только человеку. Ну, так вот, а тут как раз мы в семью, домой, а дома, и стены помогают. Вот, вот, про это, насколько здесь работает эта формула. Вот, к сожалению, здесь стены точно не помогают, они мешают. Более того, у зависимого человека любой триггер, который напоминает ему о возможности употребить алкоголь, наркотик, он вызывает в нем вот эту потребность. К сожалению, домашние стены – это именно, ну, тот, ну, не причина, но тот триггер, который, где мне было там вот в таком вот состоянии, да, и я могу это сделать снова. И почему вот, собственно говоря, полгода реабилитация – это как раз возможность человека уйти из провоцирующей среды, не сталкиваться с ней, не встречаться. Ну и второй момент… Но вернется-то он обратно. Он уже вернется с трезвыми мозгами. Он уже сможет посмотреть на эту ситуацию по-другому. И вот опять же момент, почему важно, чтобы семья участвовала в реабилитации. Семья как некий провокатор потребления. Семье тоже нужно перестроиться на то, что к ней вернется другой человек. И это очень большая работа, очень трудная. Очень много работаем с сопротивлением, с непринятием, с непризнанием возможности и ответственности за себя, за свою жизнь. Наркологическая помощь на дому – такая тема сегодняшнего выпуска нашей программы «Переломка». Прямо сейчас я предлагаю посмотреть опрос. Наш корреспондент сегодня вышла на улицы нашего города и спросила горожан, а верят ли они в то, что наркологическая помощь может оказываться с доставкой на дом. Что ответил город прямо сейчас, а после вернемся в эту студию. Думаю, что нет, это нужно в медицинские учреждения обращаться за помощью. Стоит. За месяц быстро можно избавиться от наркомании? Нет, просто они разводят вас месяц, это так сказано. Я думаю, нет, объявление я видела. Это болезнь такая, которую невозможно избавиться быстро, я в этом уверена, это как алкоголизм. Не стоит доверять, это может быть какая-то такая панацея, которая не приведет ни к чему хорошему. Но у нас же есть официальные центры, я вполне уверена, можно обратиться так же просто в больницу. Больницы тоже подскажут. Я думаю, что нет, это просто-напросто выжимание денег последнее, ищут квартиры, кто-то оставляет. Ну, это все как бы не просто так. Да. То есть можно избавиться от наркомании за месяц? Ну, думаю, да, если курс пройти какой-нибудь. Нет. Возможно, это какой-то вариант заработка для кого-то. То есть невозможно избавиться от наркомании за месяц? За месяц? Нет, это очень длительный по мне процесс, больше связанный, мне кажется, с какой-то психологической зависимостью. Не думаю, что стоит подобного доверять, потому как на дому мало ли как помогут. Это, скорее всего, аферисты, это мое субъективное мнение. Поскольку помочь от наркозависимости, да и вообще от каких-то зависимостей, это могут только специализированные центры, в которых оказывается профессиональная медицинская помощь. В массе своей екатеринбуржцы не верят в то, что наркологическая помощь, компетентная, эффективная наркологическая помощь, может быть оказана на дому. И тем не менее... На самом деле я удивлен. Да? Таким результатом опроса? Наверное, попались просто большое количество сознательных людей при опросе. Это раз. И второе, мне кажется, у этих людей, видимо, не было такой проблемы. Потому что в основном, к сожалению, это может быть и наша недоработка. Но мы тоже сейчас активно с помощью вас, средств массовой информации, этот пробел устраняем. А к сожалению, люди начинают искать решение проблемы в интернете. Google, Яндекс, Водиш, контекстная реклама. Вы прекрасно знаете, что такое, как это все продвижение происходит, сколько это стоит. Но государственная служба не может тратить те средства, которые тратят частники, которые извлекают из этого прибыль, на вот такую рекламу. А если мы посмотрим и введем определенные слова, я не буду говорить какие, но всем понятные, то вначале вылезет реклама, и чуть ли не первая вся страница будет забита именно рекламой этих услуг. Давайте тогда попробуем разобраться в рекламе этих услуг, каким объявлениям точно нельзя верить. Вот смотрите, когда вы говорите про рекламу услуг, мы же понимаем, что есть рынок частной реабилитации, где, наверное, не все мошенники. Которая вообще ничем не регламентирована. Если мы говорим про реабилитацию наркозависимых, алкогользависимых, именно не медицинскую реабилитацию, а социальную адаптацию, сейчас это стало называться, это восстановление, восстановительные дома и так далее. Если мы говорим об оказании наркологической помощи, то это в первую очередь должна быть лицензия. Лицензия на медицинскую деятельность. Это первое. Второе. В лицензии надо смотреть. Каждое лечебное учреждение, имеющее лицензию, оно размещает на сайте. Должна быть размещена какая-то услуга. В амбулаторных условиях, психиатрии, наркологии, в дневном стационаре или в стационарной. Вот в зависимости от того, какая лицензия получена, те услуги и могут быть. То есть если стационар, это круглосуточный стационар, частный, государственный и так далее. Если дневной стационар, это в виде дневного стационара. Амбулаторный, это значит, что амбулаторный пришел, получил услугу и ушел. В государственных клиниках амбулаторная помощь может быть? У нас все есть. Абсолютно все. Все виды помощи мы можем, мы оказываем все полностью. Погодите, то есть по сути тоже лечите на дому? Ну, я сказал, я перечислил только что и сказал, что на дому даже мы не можем лечить. Лечить может на дому скорая медицинская помощь, терапевт и педиатр. Амбулаторная в данном случае что? Амбулаторная, это значит, в лечебное учреждение приходит человек и уходит потом домой. В лечебном учреждении лицензия дается на адрес принципиально. То есть оказывается медицинская помощь только по адресу. Второй момент, о котором я хотел бы напомнить. Есть третий федеральный закон о наркотических средствах, где четко прописано, что лечение наркозависимости осуществляется только в государственных учреждениях здравоохранения. Только в государственных. То есть ни один медицинский центр частной формы собственной лечить наркоманию не имеет права. Лечить наркоманию. Алкоголизм, да. То есть все зависит от того, какой диагноз ставят. И зачастую частные медицинские центры, они не лечат наркоманию. Они лечат нарушение адаптации психотерапевтической и так далее. То есть происходит подмена понятий. Ну, это все... То есть психотерапия, это у нас тоже медицинская услуга. Психотерапия тоже медицинская услуга. И она тоже на дому не оказывается. Она тоже оказывается по адресу. И зачастую те медицинские центры, которые работают по принципу психотерапевтическому, они как раз занимаются психотерапевтической помощью. Это прекрасный метод реабилитации на самом деле. То есть бывает стационарная реабилитация, бывает амбулаторная реабилитация. То есть наркологическая койка снимает состояние, а дальше человек идет в реабилитационную программу. Может быть, амбулаторный, стационарный, психотерапевтический, 12-шаговый, православный и так далее. Кому как удобно. Но это следующий этап лечения. И поэтому психотерапевтические центры, уважаемые себя, они с человеком в остром состоянии тоже не работают. Потому что остроту надо снять в условиях стационарного отделения. Под контролем врачей, психиатров, наркологов или реаниматологов. Возвращаясь к объявлениям, которые просто нужно научиться грамотно читать. Мы ищем обязательно лицензию, мы ищем название и четкое определение услуги, как именно будет оказываться помощь амбулаторной или в стационаре. И мы ищем адрес учреждения. Где оказывается эта услуга. Если хотя бы один из этих пунктов отсутствует, это уже должно насторожить. Если приходит, надо посмотреть стенд. В любой медицинской организации есть стенд. Спросить про врачей, узнать надо. Кто же врачи работают? Вот поверьте, у нас наркологов в Свердловской области не так много, чтобы они где-то были в таком количестве, как в субъекте, в Москве, к примеру. Мы все друг друга знаем. Или как в рекламе, которая выпадает в поисковиках. Ну да, тем более. И зачастую, к сожалению, даже словом психотерапевт, вот бывают такие фразы, я вижу, врач-нарколог, психолог, психотерапевт, и там даже не врач бывает. Вот, к сожалению, вот так вот бывает. А просто это психолог. И я не говорю, что психолог плохо, но просто остроту психолог снимать не может никак, ни при каких условиях. Это совсем другой объем работы. Про наркологическую койку, которая снимает те самые острые состояния. Сегодня сколько в областной наркологической больнице находится человек? Есть ли у вас какая-то очередь? Какое-то лист ожидания? Нет, у нас 150 койк наркологических. Это в Екатеринбурге. Если по области посмотреть, это в каждой больнице, психиатрической, муниципальной, они все сейчас государственные в районах, там есть тоже наркологические койки. И вот как таковой очереди нету, потому что оборот койки, он достаточно большой. Длительность нахождения на наркологической койке на 14 дней, вот средняя длительность у нас по области. Больше делать там нечего, потому что в дальнейшем нужно вступать в реабилитацию. Я под словом реабилитация подразумеваю не только стационарное отделение, я подразумеваю и работу с психологом, это реабилитация. Работу с психотерапевтом, это реабилитация. Не знаю, группы посещать, это тоже реабилитация. Или стационарная реабилитация. То есть в дальнейшем со своей зависимостью нужно что-то делать. Наркологическая койка позволяет снять остроту, снять состояние, то, которое имеется. А дальше человек должен выбрать, куда ему пойти. А куда вот он уже выбирает. Частные, государственные, где ему удобно. При этом частные, высылаясь на третий федеральный закон, говорите все вне этого закона. Я про остроту говорил. Лечение диагноза наркомании. А когда человек в психотерапевтический центр приходит, или психологически работать, во-первых, там диагноз можно, это уже сам специалист устанавливает. Там уже может быть, да все что угодно. Он может не говорить, что у него есть диагноз, например, и просто работать так, как он посчитает нужным. Это уже работа психолога. Это в этом-то вся и особенность, то, что человек может выбрать из всего многообразия. Как психолог могу сказать, мы не работаем с диагнозами. Мы работаем с людьми, мы работаем с ситуацией. И человек может прийти на консультацию, вообще не озвучив то, что у него есть проблема зависимости на первой консультации. Вы должны определить. Нет, нет. В том-то и дело, что моя работа заключается не в том, чтобы вылечить человека от зависимости, как психолога имею в виду. Моя задача – дать возможность человеку увидеть его возможности, его потенциал, в котором потреблять не нужно. То есть отказ от зависимости, излечение – это как побочный эффект психотерапии. Вам в вашей практике доводилось перелечивать уже условно леченных, но тех, кто обращался вот к кому-то из перечня «окажу услугу». Были такие, которые приходили уже с каким-то послужным списком, вызывал, обращался? Я так скажу, что я не перелечиваю, потому что психотерапия, она имеет накопительный эффект. И то, что человек уже обращался, значит, у него есть уже… Ну, даже если он это обесценивает, даже если он говорит там вот, мне там не помогли, мне там не помогли, мне не там не помогли. Помогли. Все равно. Раз он пришел, значит, уже помогли. Да, просто он там что-то взял, получил какой-то опыт, помощь, потом пошел дальше, и я уже могу быть как еще очередной… Погодите, то есть… Еще одной ступенькой в его выздоровлении. То есть даже обращение вот к этим… Он понимает, что проблемы есть, вот раз он ищет, здесь не пошло, тут пошло. Ведь есть понятие такое, индивидуальная совместимость. Одному один специалист подойдет, а другому человеку он не подойдет. Такого тоже масса бывает. Так тогда, может, вам не нужно бороться с этими мошенниками, которые оставляют объявления? Я говорю про медицинскую составляющую острого состояния. Я вот про это говорю. Это принципиальный момент. Да, именно острое состояние, требующее госпитализации в стационарных условиях. Так, а психолог, который не оперирует капельницами, а оперирует душеспасительными разговорами, пожалуйста, даже если это объявление на подъезде. Конечно, это прекрасно, да, если ему подходит. Но остроту в любом случае надо снять. В любом случае. Можно я как психолог скажу, да, что я не встречала среди своих коллег те, кто согласился бы работать вне реабилитационного центра, вне медицинского центра с зависимыми людьми. Вот это очень такая большая специфика. Именно если человек обращается с запросом зависимости. Это из разряда про честь мундира? Это вот какая-то такая внутрицеховая этика? Или это из разряда, ну, просто время терять, и это будет неэффективно? Почему так, психологи? Ну, я думаю и надеюсь, что это все-таки понимание того, что это должен быть комплексный подход. Совершенно верно. Комплексный подход. Вот самая-самая правильная фраза, да? Спасибо большое, что нашли время, пришли к нам в студию. Еще раз обратим внимание на три момента, на которые обязательно нужно обращать внимание, если вы решаете обратиться за наркологической помощью. лицензия, объяснение названия услуги амбулаторной, она или стационарная, и адрес учреждения, где эта услуга будет оказываться. Как вести себя уже по адресу, и на что обращать внимание, Антон Владимирович сегодня рассказал. Спасибо большое. Увидимся в нашем эфире. А нашу программу завершает постоянная рубрика «Исповедь наркомана». Еще одна непридуманная история из первых уст. Ольга – начальник отдела кадров в крупной компании, всю взрослую жизнь провела в Сургуте. Наркоманов видела только по телевизору, пока не встретила Сергея. Парень признался сразу, что с 18 лет употребляет. Но Оля была в себе уверена и не подозревала, что общение с активно зависимым парнем может оказаться опасным. Так получилось, что Сергей занял лидирующую позицию в моей жизни. Вытеснув друзей, знакомых из моей жизни. На момент первого употребления Ольге было уже 34. Попробовав один раз, от второго девушка уже не могла отказаться. На третий сама звонила байфренду и просила достать дозу. Наше употребление дошло до такой степени, что у меня начали болеть уже руки и ноги. Я фактически плохо соображала. Страшнее физического состояния Оли была только их общая трата на вещества – 600 тысяч Олиных денег. Сергей каждый день брал у нее в долг и обещал вернуть. Но на завтра снова просил взаймы. Как потом выяснилось, у Сергея у него были два сообщника. Это мошенники, которые знакомятся с одинокими девушками, подсаживают их на наркотики и выманивают у них деньги, выманивают у них имущество, машины, квартиры. И только родители девушки вскоре заподозрили неладное, хотя все это время находились в Екатеринбурге за тысячу километров. Мама нанимала охрану, и вот таким способом, чтобы спасти меня, меня просто, можно сказать, эвакуировали из Сургута в Екатеринбург. Нешуточная история чудом не превратилась в еще большую катастрофу. Семья Оли написала в полицию заявление на Сергея и буквально спасла ситуацию. Машину я успела в последнюю секунду переписать на маму. То есть нашелся уже, оказывается, был покупатель в Тюмени. Схема была какая-то, чтобы я подписала доверенность. Хотела квартиру, спасло, и, наверное, как-то с квартирой махинация не получилась у него, потому что квартира в ипотеке находится. Родители девушки нашли для нее и реабилитационный центр. Вот только Оле было пока не до него. Ее боль была совсем не физической. Конечно, как девушки мне разбили сердце, можно так сказать, потому что у меня к нему были чувства. Я лежала не в одной больнице, я лежала в двух больницах с нервным срывом. Это не было связано с зависимостью. Лечиться от наркомании целых шесть месяцев Оля была не готова. Договорилась с близкими, что пролечится полсрока, после чего может написать заявление и уйти. Сейчас на реабилитации она уже пять месяцев. Снова сумела найти друзей и не побоялась им открыться. Правда, доверие к мужчинам боится так и не вернуть. У нас на той неделе был тренинг, крик. Вот, наверное, только после той недели я его отпустила, этого человека, от себя. То есть, насколько больно это предательство, издевки. И я у Бену благодарна за то, что в короткий период времени мне удалось проработать вот эти все обиды, боль. Сергей все еще на свободе. Продолжает действовать по старой схеме. У Оли одна мечта, чтобы девушки к мужчинам были внимательнее и бежали от них подальше. Если вдруг поймут, что узнали себя в этой истории. Редактор субтитров А.Семкин